Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Аселий Айдар. В честь 175-летия Абая городу Семей будет присужден особый статус. Об этом стало известно в статье президента Абай Женеджима Бареншиха Сыртага Казахстан. В своей статье Касым Жамартукаев пишет, что Семейский регион – место для нашей страны священное, поскольку именно здесь на свет появились великие казахские личности Абай Мухтара Уэзов и Шакарим Кудайбердиев. В связи с этим президент обозначил перед правительством ряд задач – это развитие социально-экономического потенциала региона, модернизация исторических и культурных памятников и объектов. Музей наследия Абая в Женеджиме получит новое здание. Напомним, ранее с похожей инициативой выступили депутаты Мажелиса. Они предлагали придать Семею статус города республиканского значения наряду с Нурсултаном, Алма-Ату и Шамгентом. Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов побеседовал с людьми с особыми потребностями по вопросам обеспечения специальными средствами передвижения и обязательными гигиеническими средствами. В 2019 году кресло-колясками было обеспечено 1004 человека, а гигиеническими средствами – 5000 человек. Однако сейчас люди с инвалидностью могут получить различные необходимые товары, лишь придя в отделы занятостей и социальных программ, что часто вызывает затруднения, о чем говорят сами люди. Аселя Айдар, Марат Сагимбаев, телеканал ТВК-6. В последнее время от жителей поступают жалобы, что в квитанциях за тепло указана сумма больше, чем обычно. О причинах ажиотажа за тепло на брифинге разъяснили сотрудники Теплокоммунэнерго. По информации специалистов, повышения тарифа не было и лишних начислений абонентам не производилось. До нынешнего года на чтение у нас производилось, скажем, за целый месяц, то есть за текущий месяц сразу производилось. То есть показания снимались у нас, скажем, с 21 числа текущего месяца, потом 10 дней мы предварительно по среднесуточному добавляли. И в следующем месяце, вот эти, скажем, 10 дней производили корректировку по фактическим показаниям приборов учета. То есть, ну, скажем, примером, если в ноябре месяце, мы 21 сняли показания по 20, 10 дней мы по среднесуточному расходу тепловой энергии эти 10 дней добавляли. И в следующем месяце, в декабре месяце, снимали показания, это с 21, скажем, по 31, по 30 ноября и производили корректировку. Если, скажем, там больше перебрали, то меньше на 4, то есть снимались данные суммы. В следующем месяце абоненты будут платить уже по показаниям за полный месяц. Специалисты также отметили, что, несмотря на поднятый ажиотаж, в этом году итоговая сумма оплаты выходит даже меньше, чем в прошлом. Причина тому – температурный режим. Хотелось бы у нас население обратить внимание на то, чтобы не поднимали такой ажиотаж. Почему? Потому что сегодня буквально с утра у нас абонентский отдел переполнен. Население с ажиотажем приходит разбираться с квитанциями. Но когда мы поднимаем акты сверки 2018 года, октябрь, ноябрь, декабрь, сравниваем с данными октября, ноября, декабря 2019 года, то мы видим, что итоговая сумма… Аналогичная. Нет, даже меньше. От 2 до 5 тысяч абоненты оплачивают в этом году меньше. Вот вам и температурный режим и так далее. Здесь единственное, нужно просто правильно понять, что в ноябре месяце оплачивают не за полный месяц, а только по 20 ноября. К слову, если абонент все же хочет получить перерасчет и дополнительную консультацию, он может обратиться в бухгалтерию абонентского отдела Теплокоммунэнерго. Там на месте специалисты сверят акты и предоставят необходимые расчеты. Асель Айдар, Нурлан Уразалин, Юлиана Гусева, телеканал ТВК6. Ежегодно с наступлением зимы в городе в самом центре внимания оказывается снежная тема, игнорировать которую в виде ее возможности просто невозможно. Как обстоят дела с уборкой снега в городе, смотрите далее. В этом году на зимнее содержание дорог Семея было выделено 80 миллионов тенге. Благодаря увеличенному финансированию, количество дорог, охваченных снегоуборочными работами, стало больше. Ежедневно привлекается 60 единиц спецтехники. Коммунальщики сейчас работают в авральном режиме. Они в основном задействованы на центральных улицах города, а на окраинах с расчисткой территории помогают частные предприятия. Асель Айдар, Нурлан Уразалин, Марат Сагимбаев, телеканал ТВК6. С 9 января в библиотеке имени Абая организована развернутая книжная выставка «Наследие Абая. Бесценное достояние человечества», посвященная 175-летию со дня рождения поэта. На выставке представлены редкие книги из «Наследия великого мыслителя» в пяти разделах. Это книги, которые читал сам поэт Абай на страницах редких изданий. Эпоха Абая в краеведческих источниках «Наследие Абая. Бесценное достояние человечества», а также «Наследие Абая на разных языках мира». Юбилейный год в этом году. Мы широко будем отмечать 175 лет со дня рождения великого поэта и философа Абая Кунанбаева. И поэтому сегодня наша библиотека, я думаю, по праву начинает цикл мероприятий, посвященных именно этому юбилею. Как библиотека, конечно, мы хотим начать это мероприятие с развернутой книжной выставки, которую хотим представить широкой общественности нашего города. Ну и, конечно, последующим это будет общественность всего Казахстана и даже мира. На выставке будут представлены не только труды Абая, но и книги о нём. Наиболее интересными для читателей будут первоисточники и переводы произведений Абая на другие языки. Субтитры создавал DimaTorzok Раздел выставки «Эпоха Абая» в краеведческих источниках познакомит жителей с историей семьи, а также деятельностью первых краеведческих учреждений города. Медийная задача мероприятия заключается в популяризации наследия Абая. Аселя Эдар, Нурлану Розалин, Юлиана Гусева, телеканал ТВКШ. И это были все новости на сегодня. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok